Друзья, приветствую! Готовлюсь проверить масло Lookoil Genesis Armartec German Car 020. Это свежий допуск Volkswagen 508, 509 и C5. Масло прислал Евгений из Нижнего Новгорода. Видите, Lookoil Genesis Armartec German Car. Это свежий, зеленоватый, и отработка этого же Lookoil 7300 километров из Audi Q3. Описание в почте, поэтому я приведу его вот здесь, с краешка здесь. Вот и сейчас создам эталон. Далее сравню, сниму отработку и покажу вам результаты. Так, еще раз отмечу, масло это из Рязани, не Нижнего Новгорода. Прошу прощения за ошибку. Ну и давайте посмотрим, что все-таки у меня получилось. Так, это образцы свежего Lookoil Genesis Armartec GC German Car 020 C5. Так, значит, окисление и нитрование. По окислению видно, что здесь эстеров нет. Противоизносные присадки. Уровень типичный для цешек масел среднезольных. Есть фенольные антиокислители 0,18%. Ну, невысокий, скажем так, уровень. А ватаминных почти полтора процента. Это много. Я, честно говоря, даже не помню, встречал я или нет такой уровень. Очень высокое щелочное 8,35. Это ГОСТ для отработки. По ГОСТу для свежего, как заявляет сам Lookoil, 9,4. Очень высокий уровень. 1,42 кислотная. Вязкость типичная для двадцатки. 8,05. Вот такие данные по свежему. И следующий лист, это у нас уже отработка. Вот видите, тот же Lookoil. Audi 214 моточасов. По мнению прибора здесь 1,38% бензина. Окисление кислородом и азотом постепенно нарастает. Ну, нормальные значения. Противоизносных присадок еще есть остаток 62,5%. Ну, неплохо. Фенольных по нулям. Но их было минимальное количество. Ну, и сейчас прибор их не видит. Аминных еще 46% остаток. Совсем неплохо. Ну, здесь уровень был полтора процента. Высокий очень. Щелочное 4,64. Кислоты 2,56. Все очень похоже. Да, по сработке еще, видите, есть две единицы зазора, скажем так. Вязкость немножко проселась. 7,6. Ну, учитывая топливо, как бы, все в порядке. И есть немного воды 12 процентов. Но вода непонятно, или это в образце, или от того, что масло хранилось достаточно долго. Вот смотрите. Прогноз. Вот какой у меня получился прогноз. 8,35 щелочное было. 4,64 стало. 1,42 кислотное. 2,56 стало. Кстати, типичное значение. Даже на старом, на желтом приборе примерно вот так и происходило. Единица кислотного на 200 моточасов. Так. И прогноз по мощным нейтрализующим свойствам 305 моточасов. 10,200 километров. По нейтрованию вообще, если судить, отлично. Мотор работает в 740 моточасов. Вот. Просто прекрасно. Ну и вязкость. 780 моточасов. 26,200 километров. Тоже в общем особых проблем не вижу. На мой взгляд, для цешки масло отработало хорошо. Да, кстати, не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик. Так вы не пропустите уведомления. И традиционно уже смотрите корреляция, коэффициент корреляции по пирсену. Максимальное совпадение у этого локойла с маслом Shell Helix Ultra EKT. Ультра это из ГТЛ, из газа сделанное. С3. И посмотрите, отличаются они на, ну, меньше чем процент. По сравнению, это локойл сравнен с локойлом. 15 сотых отличия. И локойл отличается от Shell на 7 десятых. Ну, а дальше ZIG среднезольный. Такая яма среднезольная. Ну и по них сходящий. То есть, кому интересно, может остановить, посмотреть. Значит, ну, здесь, что надо отметить. Мотор отлично работает. Масло имеет большой зазор. Почти 7 единиц между щелочным и кислотным. Вот. На мой взгляд, это сыграло, ну, решающую роль. Масло отличное. Можно использовать вместо импортных. Кому предписан там C5. Ну, или новейший вот допуск Флексагена 508-509. Благодарю Евгения за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.